С каждым годом растет количество объектов налогообложения. На сегодняшний день в базе налоговых органов числится 273 тысячи объектов недвижимости, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. В этом году уплатить имущественные налоги должны более 400 тысяч челнинцев. И, как признается большинство нами опрошенных, они уже начали вносить платежи. Я оплачиваю на госуслугу. Мне вот приходит извещение, я их оплачиваю. То есть мне вот так удобно. Мы пенсионеры, вот проверили, нет у нас задолженности. Оплачиваем, когда вовремя, как положено в сентябре, так и оплачиваем. В свое время. Заплатил налоги и спокойно. Впрочем, время есть еще до 1 декабря. Но если хоть на один день просрочить, то помимо основной суммы придется заплатить еще пений и штраф. Инспекция Федеральной налоговой службы рекомендует пользователям личного кабинета налогоплательщика для физических лиц проверить актуальность объектов собственности в разделе «Недвижимость» и в случае некорректного отображения сведений направить обращение в налоговый орган. Напоминаем, что неполучение по какой-либо причине налоговое уведомление на уплату налогов не освобождает налогоплательщика от его конституционной обязанности. Узнать о своей задолженности по налогам челнинцы теперь могут по СМС или электронной почте. Раз в три месяца налоговая служба делает рассылку с СМС-информацией о налоговых долгах. При наличии задолженности можно тут же уточнить причину ее образования и произвести ее бесконтактную оплату. Христина Балабанова, Сергей Ульданов, Новости Челна ТВ.